Друзья, всем большущий привет! Сегодня будет мега полезное видео, в котором мы сберем вечную проблему, а именно, как же удалить двухсторонний скотч бесследно. Я решил проверить 4 самых распространенных способа из интернета и узнать, а все ли способы рабочие. Отдирать будем 2 вида скотча, первый из них ПВХ, а второй из вспененного ПВХ. Самым распространенным местом, откуда люди удаляют скотч, является кузов автомобиля. Поэтому эксперимент будем ставить вот на таком вот повидавшем жизнь капоте. Первым на очереди будет скотч из ПВХ. Перед наклейкой обезжириваю капот, наклеиваю скотч, а для большего приклеиваемости прогрею все феном. Итак, скотч надежно приклеил, и первый на очереди крутой удалитель скотча, по мнению интернета, это растительное масло. Оно у меня в спецстаре, поэтому наношу его на салфетку и пробую. Ну, как видите, результат нулевой. Идем далее. Хорошенько протираю капот, обезжириваю и приклеиваю следующую полоску скотча. Следующий на очереди уайтспирит. Наношу на салфетку и пробую. Ну что же, работает. Скорее всего, уайтспирит попадает под скотч и растворяет клей. Кстати, сам скотч стал как лизун. Интересно, а будет ли уайтспирит также работать со скотчем из вспененного ПВХ? Это мы протестим чуть позже. Так, надо подписать, какие составы где именно использовались. Итак, подготавливаем и клеим следующую полоску скотча. На очереди всеми любимая ВДшка. Куда же без нее? Наношу, даю немного постоять и пробую. Результат такой же, как и от уайтспирита. ВД проникает под скотч, воздействует на клей и скотч снимается бесследно. Редактор субтитров А.Семкин Следующий на очереди сосок от бескамерной шины. Зажимаем его в шурик и аккуратно, главное не перегревая, снимаем скотч. Работает отлично, а главное сразу и без всякого ожидания. После уайтспиритом удаляем следы резины и все. Идем далее. А как же дела обстоятся скотчем из вспененного ПВХ? Давайте попробуем. Я пропущу процедуру с маслом, потому что это реально лажа и сразу же перейду к уайтспириту. Держится этот скотч реально сильнее, чем предыдущий. Наношу вайтспирит и пробую. Несомненно работает. И если приложить немного силы времени, то можно справиться с небольшими объемами. Продолжение следует... Следующая на очереди ВД-шка. Наношу, даю немного постоять и пробую удалить. Работает вроде, но опять же придется постараться и потратить время. Теперь переходим к заску. Работает отлично, хоть и грязноват, но остатки легко удаляются салфеткой. С вайтспиритом. Кстати, на поверхности не остается абсолютно никаких следов. Друзья, ну вы сами все видели. Поделитесь вашим мнением в комментариях, кто что думает. А какие знаете вы способы удаления скотча? Если было полезно, поддержите лайком. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Я всем желаю всего самого хорошего. Мира и добра вам и вашим семьям. Всем пока-пока.